Добрый день, добрый вечер. Меня зовут Александр Нестеренко. Я делаю часы в Санкт-Петербурге. Сегодня я приехал с часами Art Deco в корпусе из нержавеющей стали 42 мм. В синем и в бордово-зеленом цвете. В этих часах я делаю 90% всего, что в них есть. Я не шью ремни, этим занимается специальный человек. Стекла сапфировые я покупаю готовые. И в базе я использую платину и колесную систему механизма ракеты 2609. Но изготавливаю мосты, детали, колесики. Корпус полностью из Санкт-Петербурга. Часовую пряжку, циферблат. Красим, режем, красим. Делаем там по печати. Стрелки тоже все изготавливается. Все в Санкт-Петербурге мною на 90%. Повторяющийся рисунок нельзя называть классическим гильеше, потому что гильеше делается только на гилье-станке. А я не настолько богатый часовщик и не имею его в своем распоряжении. И это делается механически, с помощью резца на специальной приставке. Назвать этот рисунок гильеше я бы не осмелился. Это просто повторяющийся рисунок, который сделан не на ЧПУ. Каждая же стрелка состоит из трех частей. И это довольно сложная в исполнении штука. И мне они просто понравились из-за своей сложности. Ну, как бы из-за своей сложности и из-за своей классичности. Слова Сергея Волкова, великого мастера из Углича. Когда все говорят, типа, это стрелки Бриге. Но когда Бриге начал делать свои часы, эти стрелки уже были придуманы. Просто Бриге их больше всего использовал. Если посмотреть классические, те же самые Варширом Константины, карманы, там точно такие же стрелки. Поэтому это просто мой выбор. Я начал заниматься часами давно, 8 лет назад. К часам я пришел через мотоциклетную аварию. Получается, я пытался заниматься мотоспортом кольцевым. И собирался заниматься производством деталей для спортивных мотоциклов. Но попал в аварию. Мне сказали, что мне отрежут ногу по бедро. И сказали, что мне нужно придумать новое увлечение жизни, чем я буду заниматься. И я посмотрел на механические часы и подумал, а почему бы не заниматься ими. И после того, как я начал это немножко изучать, товарищи в Санкт-Петербурге сказали, что оказывается, уже в России делают часы. Вот Константин Юрьевич Чайкин. И я подумал о том, что если уже делают часы, значит, можно делать часы. И вот и начал этим заниматься. Я большую часть времени провел именно в ремонте, в реставрации часов, в изготовлении деталей. По сути дела, за 8 лет я сделал только 30 часов. Получается, что в часах арт-деко я использую эта ракета 2609. И есть другая серия Эрмитаж. Там я использую молнию механизм. Но начинал я именно с ракеты. По сути дела, часы делаются на все 100%. Если мы не говорим о том, что там изготовление сапфира или там выделка аллигатора. Они делаются полностью в Санкт-Петербурге. А ракета является петербургской фабрикой. На тот момент, когда я этим начал заниматься, они были, наверное, единственные, кто в России еще производил в хорошем качестве механизмы. Ну и в принципе, получается, по всем тактико-техническим характеристикам этот механизм, у меня к нему нет никаких нареканий. По точности этот механизм при сложных манипуляциях с палетами и с хорошим подбором баланс-спирали можно вывести в плюс-минус 5 секунд по коску. Но это нужно прям сидеть и заниматься этим. Классный механизм. Я благодарю Вячеслава Медведева и Константина Юрьевича Чайкина, так как он являлся специальным спонсором и ментором номинации «Лучший независимый часовщик в России 2022 года». Вот у меня получилось победить, и благодаря Константину Юрьевичу и Вячеславу я получил этот приз и увез его в Петербург. Еще спасибо Констанину Юрьевичу за бутылку хорошего шампанского французского. 99% часов, которые я продал, это все были часы под заказ, чтобы просто позвонили и спросили, есть ли у тебя готовые часы, и мы готовы их купить. Такие часы были, по-моему, только одна штука. А все остальное – это предзаказ и абсолютно весь полностью предзаказ из Инстаграма. Когда люди считают, что невозможно продать что-то, чего еще нет за большие деньги, это как бы не так. Тем же самым клиентам, которые находятся в Америке, в Швейцарии, во Франции, в Сингапуре, в Австралии, эти люди переводят предоплату 50% за часы. И мы с ними согласовываем дизайн, и они спокойно год-полтора ждут, пока их часы будут сделаны. И потом они получают, и вроде пока что все довольны. В основном 95% клиентов – это не Россия. Изначально, я думаю, что это связано с дизайном, как бы мой дизайн больше интересен был европейцам. Изначально меня покупали только европейцы, потом меня купил один интересный коллекционер, владелец бутика в Калифорнии – Тим Джексон. И после него американские коллекционеры тоже начали заказывать. Последнее время, ну это, наверное, как у всех, арабы очень интересуются вообще, в принципе, всеми независимыми марками, они к этому очень сильно присматриваются, и азиаты. В России я продал буквально четверо часов, там, пятеро. Русский рынок, получается, что это не мой рынок. Ну, как бы меня здесь не могут понять. А с другой стороны, получается, что у русского человека есть, наверное, какие-то предрассудки по поводу механизма ракеты, что это русский механизм, вот про что мы с тобой говорили. Кому-то нужен SwissMade, но, наверное, уже ни для кого не секрет, что та же самая там базовая ЕТА-2892, 64-97-98, 28-24, она уже полностью изготавливается в Китае. Запчасти изготавливаются в Китае, ну, в Швейцарии это все собирается. Для этих людей вот важно, чтобы это был та же самая ЕТА-Свисмейт. Для них как бы ракета, это как будто бы что-то не то. А когда дело касается американцев, европейцев, азиатов, либо арабов, и они говорят, мы не понимаем, что это за, типа, что у тебя за механизм, как бы это твой механизм. Я говорю, нет, это не моя мануфактура, это, там, глубокая доработка такого-то механизма. И когда ты им скидываешь фотографию того, что было и того, что стало, они говорят, о, это круто, типа, такого механизма мы ни у кого не видели, и еще ты с этим, ну, ты еще с этим столько, типа, морочишься, доделываешь, и это все круто. Это круче, чем просто какой-то, типа, базовый какой-нибудь швейцарский бренд за те же самые деньги. Такая мелкая серия, мелкая серия художественная, она все равно отличается, отличается с точки зрения своей ламповости от любой фабрики. Вот, получается, что те люди, которые покупают мои часы, ну, как бы, главное, чтобы это было правильно понято, что они не гонятся за идеалом, получается, что, когда ты это делаешь все руками, есть какие-то такие мелкие вещи, как бы, я в руках держал адемары, скелетоны, лимитированные в платине, вечный календарь, которые, по-моему, три штуки. И Арнольд Сон, получается, тоже там какая-то была лимитка, которая за 400 тысяч евро. Когда ты смотришь эти часы, которые реально были сделаны в маленьких экземплярах, у них в обработке видна человеческая рука. Получается, что часы, которые делаются в маленьких сериях, там видна ручная работа, где-то фаска больше, где-то фаска меньше, где-то что-то подзавалено, где-то что-то недополировано. И если ты в микроскоп смотришь на механизмы Валтиланина, там винты вороненные все в разный цвет. Когда ты руками это делаешь, невозможно, как на фабрике, пропустить их через конвейерную печку для того, чтобы они запеклись и получили один и тот же цвет. Всегда есть какие-то маленькие штрихи человеческие, которые человеческому взгляду приятны, если ты не такой перфекционист, который ищет себе идеально сделанные Тесо за 20 тысяч рублей. Поэтому, что касаемо российского потребителя, у меня его нет, и я не сильно на него надеюсь. Хотя у меня есть в России коллекционеры, у них большая коллекция, и именно этот тяжелый люкс, где патеки, панораи, роликсы. И они, получается, относятся к моему творчеству именно к тому, что, типа, вау, это круто, это как пошить себе костюм, какой-нибудь дорогой костюм, что ты понимаешь, что это под тебя, что какие-то мелкие детали, и все это согласовывается, что-то делается, и человек полностью участвует в производстве своих часов. Они многие говорят, ты знаешь, это будут мои первые часы, в которых я принимаю непосредственное участие, что там я покупаю какие-то микробренды, типа, независимых часовщиков, но я покупаю это уже постфактум. А здесь как будто бы вот, а можно сделать цвет немножко другой, а пожалуйста, а можно там ремешок, а можно цифры не римские, а арабские. Это все пожалуйста, поэтому, к сожалению, в России еще, наверное, очень мало таких людей, которые сформировали там свои часовые вкусы для того, чтобы вот именно хотеть то, что они хотят, а не то, что им прислали из-за границы, сказали, типа, вот это круто, носите все. И еще потом там Стэтхэм вышел в этих часах, и Бэкхэм вышел в этих часах, и такие, вау, точно, Ириана в этих часах. Я желаю успехов и всем зависимым часовщикам России, и всем заводам российским часовым. Надеюсь, что 2023 год, сейчас же тенденция, получается, с русскими часами именно в России пошла, тренд пошел вверх. Вот, поэтому желаю всем в следующем году сделать хорошие, интересные, качественные часы и быть счастливым всем абсолютно.